Есть третий игрок, который активно, казалось бы, на первый взгляд, не играл, но в итоге вел достаточно активную борьбу на местных выборах. Это демократическая партия, потому что ни один турнир в одном населенном пункте не обошелся, если не без кандидата демократической партии, то как минимум об упоминании о том, что она тайно стоит за чьей-то спиной. Вот по итогам этих выборов в преддверии парламентских выборов, какова сейчас позиция демократической партии, на ваш взгляд, и что они будут делать для того, чтобы улучшить? Демократической партии есть только Плохотнюк, есть только Крыса-Плохотнюк. То есть я сейчас смотрю в камеру, и люди знают, что я не лукавлю. Я тот политик, который создал образ этого монстра, который является Плохотнюк. Говорил уже, да? То есть я раскрыл этого политика, и почему я говорю, создал образ такого? Потому что он не ответил, что вы думаете, что остальные все отличаются от Плохотнюка? Может быть, не столько богаты, может быть, не столько влияние имеют. Я говорю про Усатого, про Настасы, про Шора, про Дадона, про всех остальных. Вы думаете, они отличаются от Плохотнюка, или у них другие намерения есть? Нет. У всех одни и те же намерения. Просто Плохотнюк сегодня, ему был создан, я ему создал в те годы, вот с 2010 до 2014 года, создал такой имидж, что он от него уже не избавится никогда. Нет демократической партии. Есть Плохотнюк с плохим имиджем. И он этот имидж уже никогда не исправит. И не знаю, если он понимает это или не понимает, но он никогда не исправит. Он никогда не станет любимым политиком и рейтинговым политиком. Хотя Шор, его Шор и остальные, они не лучше его.